Без детей на этот конкурс красоты не пускали. Претендентки на звание «Миссис Россия» обязаны быть женами и мамами. Как оказалось, статус замужней дамы помогает преодолеть многие препятствия на пути к короне. Когда ты становишься мамой и женой, к каким-то вещам относишься проще. И когда я туда пришла, я не готовила никакую речь. То есть я просто была самой собой. Но некоторые участницы к конкурсу приготовились заранее. И речи написали, и водой запаслись. Соревнования в красоте и таланте длились не один час. Но о еде в этот день вспоминали только мужчины. Женщины же пели и танцевали. Конкурс «Миссис Россия» прошел при поддержке администрации Энгельского района и партии «Патриоты России». В нем приняли участие 33 красавицы из Владивостока, Сочи, Хабаровска, Саратова и других городов. От 19 и старше. Среди них есть даже многодетные мамы. Пятеро детей не помешали завоевать высокий титул. Первый вице-миссис награждали патриоты России. Председатель регионального отделения этой партии был жюри конкурса. Это любящие, значит, жены, матери. И поскольку семья является все-таки основой и ячейкой любого народа и нашего российского народа, то, конечно, такие конкурсы очень необходимы. Потому что семья должна гармонично развиваться. Миссис Россия-2010 будет представлять страну на мировом конкурсе в Южной Корее. В прошлом году корона этого престижного состязания досталась россиянке. Юлия Ульбекова, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова